Ключевой вопрос безопасности в Европе – это решение конфликта в Донбассе. Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах. При этом я своего мнения не скрываю. Без участия Соединенных Штатов Америки конфликт в Украине урегулировать не получится. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Таких громких заявлений белорусский президент Александр Лукашенко не делал еще никогда. Россия – сторона конфликта. Упрямо озвучивает идею о вводе белорусских миротворцев на неподконтрольный Донбасс, что вообще происходит. Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров, по-моему, там между Украиной и Россией, украинско-российская граница, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Ленинск пока что не собирается идти в форваторе российской политики. С другой стороны, немножко поднимают ставки, в том числе демонстрируя приход и других внешних игроков. То есть, в первую очередь, это Китай. Второй – это подтепление тех же самых Соединенных Штатов Америки. Неужели многолетний пророссийский сателлит перешел к политике многовекторности в стиле экс-президента Украины Леонида Кучмы? Бывший американский посол в Беларуси Джордж Кролл в оценках осторожен. Они ведь по сути часть союзного государства с Российской Федерацией. Да и их экономические отношения очень крепкие. Но при этом Беларусь всегда хотела иметь прочные дружеские отношения с Украиной. Есть шаги, которые Беларусь уже предприняла. Тут ведь значение играет и их политика непризнания оккупации Крыма, их политика по сохранению политических и торговых связей с Украиной, и открытость границ между двумя странами. Думаю, ключевое для них – это делать что-то без лишнего шума, так, чтобы не возбуждать кое-кого другого. В Донбасс реалии опросили людей на улицах Минска, как относятся к ведению белорусского миротворческого контингента в зону конфликта на Донбассе и вообще к Украино-белорусскому сотрудничеству. Ну, они же в Европу хотят. А мы, белорусы? А куда нам? Треба просто России войски свои вывести, это по-перше, а по-другое. Ну, у нас тут Александр Егорович на днях сказал, что США только поможет в этом конфликте. Как вы относитесь к возможному вводу белорусских миротворцев на неподконтрольные территории? Сложно. Сложно, потому что у меня двое сыновей. Естественно, как мать я бы сильно волновалась, если бы туда не были введены. Отрицательно. Почему? Ну, это наши сыновья, наши дети. А там война. Ну, это жертвует жизнями наших сограждан. Не очень хорошая идея. В целом, идея норм. Ну, как бы, вот. Но я вообще противник всяких военных конфликтов, всего такого. Ну, нужно садиться за стол, круглый стол переговоров и решать. Кто с кем должен вести переговоры? Ну, я думаю, в первую очередь Россия и Украина, в первую очередь. А роль России в этом какова? Роль России в этом, я считаю, России в этом конфликте играет роль, ну, именно миротворца, который пытается решить этот конфликт. То есть, ни в коем образе она не участвует в этом конфликте, как агрессор и как участник военных действий. А из какого вы города? Из Казани. Я как россиянин, я думаю, что роль какая там Россия. Здесь откровенно. Очень много граждан России просто проживает на территории Донбасса. В последнее время получают паспорта России. Русский мир защищается там. Может быть, им даже лучше отойти России, Донбассу и Луганску. Я думаю, если нормандская четверка не может помочь, то Беларусь может какой-то вклад и внести, но не настолько существенно. Заявления Лукашенко вызвали большой резонанс и по другую сторону линии разграничения. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин уже заявил, в неподконтрольном Донецке белорусским миротворцам не рады. Донецкая Народная Республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории, на своей границе. Да и сертифицированных миротворцев в белорусских войсках всего несколько сотен. Явно недостаточно, чтобы закрыть границу. Но эксперты говорят, этот сценарий вполне реален. Более того, он жизненно необходим режиму Лукашенко. Лукашенко называли последним диктатором Европы. А теперь представим, что Россия решила, скажем так, усилить свое давление либо провести какую-то агрессивную акцию в отношении Беларуси. Какова будет реакция Запада? Будет ли он защищать последнего диктатора Европы? А теперь представим, что государство, которое направило контингент по регулированию кризиса в соседнем государстве, это контингент в рамках ООН. И в отношении миротворцев агрессивное действие. Будет ли я реакция на уровне ООН? Естественно, да. Цинично звучит, но многие эксперты единодушны. Александр Лукашенко от войны на Донбассе только в выигрыше. На фоне российской агрессии его режим уже не кажется столь одиозным. Да и экономически одни плюсы. Эти кадры Донбасс-реалии сняли в Луганске. Одежда из Беларуси, белорусская косметика, бульба-чипс, конфеты-коммунарка из Минска. Творог произведено в Беларуси, изготовлен всего две недели назад. И даже украинский сок одесского консервного завода попадает в неподконтрольный Луганск через белорусскую фирму-прокладку. И это не говоря о белорусских посредниках, которые помогают украинскому и российскому бизнесу обходить обоюдные санкции. Так что на смену формуле Штайнмайера вполне может прийти формула Лукашенко. Но не факт, что она устроит украинцев. Но главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решение. Тогда будет место и ЛНР, и ДНР, и будут подвижки и 400 километров границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции и так далее и тому подобное. Андрей Дегтяренко, Донбасс Реали, Радио Свобода.